Доброе утро! Карачаево-Черкесия в эфире. Региональное вещание на телеканале «Россия». И начинаем новый день мая с погоды. Карачаево-Черкесия. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс два, плюс четыре, а днем 18-20 градусов тепла. И далее об основных событиях в республике. В микрорайоне Горный у Жигуты присвоили строящему парку имя Героя Советского Союза гвардии полковника Харуна Умаровича Богатырева. Новая досуговая зона первая и пока еще единственная в этом районе. На сегодняшний день готовность парка составляет свыше 90%. Официальное открытие планируют в ближайшее время. А в ауле Кызыл-Калау Джигутинского района открыли памятник ветеранам Великой Отечественной войны, выходцам из этого населенного пункта. На монументе 170 имен. На митинге почтили их память с минутой молчания, затем возложили цветы. Собравшиеся отметили, что молодое поколение не должно забывать тех, кто подарил мирную жизнь. Карачаево-Черкесия вошла в десятку регионов-лидеров по производству тепличных овощей. На текущий момент темпы производства овощей с защищенного грунта по стране значительно превышают прошлогодние. С начала года в зимних теплицах выращено 423 тысячи тонн овощей и зеленых культур, что на 40% больше показателей за аналогичный период 2020 года. Проблема с водоснабжением в Карачаевском районе всегда была актуальна. Для ее решения начались строительные работы очистных сооружений. Стоит отметить, что последние годы данная проблема решается во многих районах нашей республики. Подробности узнаем в репортаже Аслана Гирюгова. Во исполнении указа президента России по поручению главы республики разработан региональный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Он реализуется с 2019 года и с его помощью проблема водоснабжения решается во многих районах Карачаева-Черкесии. Сейчас работы ведутся в Карачаевском районе. За время строительства планируется обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением население 11 населенных пунктов Карачаевского и Юж-Жигутинского районов. По поручению главы республики и во исполнение указов президента 204-го от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах по развитию Российской Федерации разработан и утвержден региональный проект «Чистая вода». Строительство данного объекта, Карачаевского группового водопровода, позволит обеспечить порядка 30 тысяч населения Карачаевского и Юж-Жигутинского районов качественным бесперебойным водоснабжением. Это в 11 населенных пунктах. Проектом предусматривается строительство самотечных водоводов общей протяженностью около 26 километров для подачи воды в ряд населенных пунктов, площадка очистных сооружений, здание для обеззараживания воды и два резервуара по 1000 кубических метров. На сегодняшний день положено нашими подрядчиками более 1600 метров трубы 450-й. Сейчас ведутся тут работы. В этом году мы должны положить совместно с подрядчиком 26 километров и начать работы по резервуарам и очистным сооружениям. Здесь будет комплекс стоять очистных сооружений, которые будут доводить питьевую воду до ГОСТа и отправлять ее на потребителя. Реализация данного проекта очень радует жителей Карачаевского района, ведь во многих населенных пунктах в летнее время вода шла с перебоями, а после дождей зачастую была грязной. В водоснабжении у нас в ауле проблема всегда была, что летом не хватало воды и грязная вода после дождей. И вот с программой «Чистая вода» мы думаем, что и воды будет достаточно, и она уже будет очищаться. И люди уже будут рады этому, если чистая вода будет идти. У нас есть проблемы с водой, так как вода грязная. После строительства чистых сооружений мы надеемся, что в ауле у нас будет чистая вода. Окончание строительства Карачаевского сельского водопровода планируется на 2023 год. Аслан Георгиев, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевский район. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите информационный выпуск «Вести» на карачаевском языке. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся сегодня в 9.34 в Большом Утре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова